Добрый день, инспектор отдельного злова ДПС Владимир Королёв. На территорию округа проходит рейдовое мероприятие, тонировка. Будьте любезны, приподнимите стекло ваше, осмотрим. Имеется тонировочка, нет? Все, понял. Документы, пожалуйста, ваши, посмотрим. Сколько на счету инспектора Владимира Королёва остановленных нарушителей сказать невозможно. Их список пополняется практически ежедневно. В этот раз все внимание сотрудника ДПС нацелено на тонированные стекла автомобилей и на то, что принято называть дополнительными предметами. Дополнительные предметы, то есть это могут быть шторки, либо иные съемные предметы. Как только началась тихая война с автомобилистами, предпочитающими тонированные стекла, многие перешли на шторки. Их инспекторам заметить сложнее, поскольку некоторые водители успевают отодвинуть занавеску при появлении на горизонте патрульной машины. Штрафы за тонировку, если проницаемость света меньше 70%, и за шторки одинаковые. Ведь в обоих случаях ухудшается видимость для водителя. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность по части 3.1 ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, где предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Также, если человек на месте не устраняет данную неисправность, ему выдается требование. Неисполнение требований сотрудника ГИБДД ужесточает наказание. На водителя составляется административный материал. Его направляют в суд. Результат – до 15 суток ареста. С теми же, кто не приступает к закону, разговор складывается совсем иначе. Сергей Русланович, до свидания. Выбрасывать не имеем. Счастливо. Ника Павлова, Андрей Бучинский. Специально для новостей.